Уважаемые коллеги, я с огромным удовольствием хотела бы предоставить слово для доклада доктору медицинских наук, профессору, главному внештатному терапевту Министерства здравоохранения Пермского края, вице-президенту Ассоциации врачей терапевтического профиля Пермского края, профессору кафедру поликлинической терапии нашего Пермского государства и медицинского университета имени академика Евгения Антоновича Вагнера Слово для доклада предоставляется Корягиной Наталье Александровне Доклад Натальи Александровны будет посвящен коморбидности как нарастающей проблеме современной поликлиники Наталья Александровна, вам слово Большое спасибо, Наталья Андреевна Хочу благодарить за приглашение в столь важную конференцию Конгресс внутренней медицины И я постараюсь определиться сейчас с проблемой, с которой мы сталкиваемся и сделать акцент на проблемы молодых специалистов, кто сейчас пришел в поликлинику, работать в течение трех лет Особенно большие проблемы это тех специалистов, кто выписался в этом году Сейчас им пришлось столкнуться с тяжелой проблемой коморбидности, ухудшения хронической патологии и новой коронавирусной инфекции Я хочу остановиться на словах известного терапевтического деятеля 19 века Матвея Яковлевича Мудрова Он сказал о том, что важность истины, которой могут многие не поверить, но постигнут, что врачевание состоит не из лечения болезни, а именно из лечения самого пациента Об этом говорит наш учитель Александр Васильевич Стуев неоднократно На экране представлены деятели науки, деятели культуры, которые имели коморбидные заболевания и рано покинули этот мир по причине болезни системы кровообращения Я остановлюсь на Пермском крае, о наших особенностях Мы являемся северным регионом с большим распространением как хронической неинфекционной патологии и лидированием таких неинфекционных заболеваний, как артериальная гипертония и избыточная масса тела В прошлом году мы имели значимое снижение общей смертности Но вот за этот год, за два квартала и вот по отношению к третьему кварталу у нас уже плюс полторы тысячи умерших В основном это не только новая коронавирусная инфекция сколько это именно хроническая неинфекционная патология включающая болезни системы кровообращения и в основном это хроническая ишемическая болезнь сердца и церебровоскулярные заболевания По отношению к структуре смертности у нас сохраняется вклад и 50% от болезни системы кровообращения но большую часть из них это занимает хроническая ишемическая болезнь сердца и церебровоскулярные заболевания При этом мы имеем рост по смертности от болезни эндокринной системы это зафиксировано не только в Пермском крае, но и в Российской Федерации и значимый рост у нас был достигнут больше 20% У нас имеется рост и по показателям пневмонии за счет вклада новой коронавирусной инфекции и пневмонии других идеологий В этом году мы зафиксировали рост смертности по ВИЧ-инфекции под эвиркулезом, что возможно было связано с ограничением плановых медицинской помощи на территории Пермского края но хотим погордиться, что у нас имеется снижение от смертности симптомов, признаков недостаточно образначенных состояний что связано с увеличением количества вскрытий на территории Пермского края У нас есть территории, где смертность по болезни системы кровообращения превышает 1000, при этом что средние цифры у нас сейчас на около 700-100 тысяч населения И структурное население в этом году, в 2019 году мы видели значимое снижение трудоспособного населения и превышение старшего трудоспособного возраста как раз тех, кто имеет высокую коморбидность в сочетании артериальной гипертензии и метаболического синдрома На слайде представлено наше население, но я перейду к следующему слайду Мы видим, что территория Пермского края лидирует именно старшее трудоспособное население женского населения, кто чаще всего обращается в поликлинику со своими проблемами И потребитель медицинских услуг, это именно женщина старше 50 лет климактерического переменопаузального перехода и уже старшего трудоспособного Начиная с 60 лет, разница между мужским и женским населением, она значима почти 1 треть У нас имеется два пика смертности 1 до 60 лет мужского населения Как говорил Сергей Анатольевич Бойцов, каждый третий мужчина в Российской Федерации и также в нашем регионе не доживает до пенсии И второй пик смертности, это женщина уже старше 80 лет по причинам церебровоскулярных заболеваний У нас имеются проблемы низкого выявления ишемической болезни сердца Это расчетный показатель среди взрослого населения 12% То в Пермском крае всего 5% за счет в 2019 году При этом большинство из них стоит на диспансерном учете Но мы имеем проблему выявления первичной заболеваемости И пациент в основном с ишемической болезнью обращается к нам по поводу острого коронарного синдрома И диспансерный учет берется после сосудистой катастрофы И только при контроле качества оказания медицинской помощи Только 20% пациентам, взятых на диспансерный учет, проводится полное обследование Сейчас у нас улучшилось состояние за счет того, что имеется льготное лекарство обеспечение Когда пациент обращается за лекарственными препаратами, ему проводится обследование Но в 2020 году проблема диспансерного наблюдения огромна За счет того, что было ограничение как госпитализации плановой медицинской помощи Так и консультации узких специалистов А в основном медицинская помощь стала оказываться в плановом порядке, начиная с июля Но вот настоящий момент, сегодня мы говорили с главными врачами Только даже в пятиэтажном здании поликлиники находится один терапевт на приеме Остальные находятся на неотложной помощи Посещают пациентов с новой коронавирусной инфекцией и другими ОРВИ на дому При этом возникают проблемы с оказанием медицинской помощи пациентам с болезнью системы кровообращения Перейду к следующей проблеме на территории Пермского окрая Это, конечно же, сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение, высокой коморбидности у этих пациентов Мы в расчетных распространениях сахарного диабета среди взрослого населения у нас 3% Мы выявляем довольно много, все они находятся на диспансерном учете Но имеется значимый рост почти на 2000 пациентов в 2018-2019 год Но при этом, при проведении диспансеризации и согласно геноинформационной системе здравоохранения У нас низкое выявление такого фактора риска, как ожирение За 2018 год было всего 11 тысяч, при этом 85 тысяч стояло на учете по сахарному диабету А в 2019 году еще меньше, почти в 2 раза мы выявили ожирение И только 250 человек стояли на диспансерном учете Проблема первичного звена – это сейчас пропуск патологии на уровне факторов риска И высокое формирование уже именно заболевания, об этом нервнократно говорила и Наталья Андреевна Казиола Следующей проблемой для первичного звена является бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов на первичном звене У нас имеется ограничение ремотологической помощи на территории Пермского края В амболторном звене на наш регион 2 600 населения 2 миллиона 600 тысяч населения Из них 2 миллиона взрослых жителей Мы имеем всего 21 физическое лицо Кто принимает на амболторном этапе Расчетный показатель ости артрита среди взрослого населения 9% У нас всего 4% Из них 40 тысяч стоят на диспансерном учете Но в основном они посещают участкового терапевта Чем объясняется снижение факторов смертности от ресурсных заболеваний? Это, конечно же, влияние снижения факторов риска Известные данные 2012 года Нашего национального института профилактической медицины и терапии Снижение популяционного давления Изменение профиля курения Но сейчас для поликлиники, для наших молодых специалистов Привлекательный романтический орел неотложной медицины У нас большое количество поступающих в ординатуру по анестезологии и ренематологии Но все они сейчас работают на первичном звене участковыми врачами И сдержанное очарование профилактики Эта проблема нарастает И динамика роста заболеваемости хронической инфекционной патологии Будет прогрессировать Будет увеличено количество пациентов С избыточной массой тела С сахарным диабетом Что я представила на примере Пермского края И, конечно же, артериальной гипертензии Я бы хотела вам представить наши результаты диспансеризации 2019 года У нас лица, только 60% лиц с младше 36 лет были признаны здоровыми Но при проведении диспансеризации взрослого населения трудоспособного возраста Каждый второй имел избыточную массу тела Каждый третий нерациональное питание, малоподвижный образ жизни И 34% трудоспособных граждан имели артериальную гипертензию Всего за 2019 год мы выявили более 10 тысяч болезней системы кровообращения По данным диспансеризации Распространенность метаболических нарушений у пациентов с артериальной гипертензией По данным наших коллег Ростовской медицинского университета Мы видим, что пациенты с артериальной гипертензией В 63% имеют метаболические нарушения И вот по данным профессора Женаковой и Ирины Евгеньевны Чазовой Что количество поражений в органах мишени увеличивается с критерием метаболического синдрома И поражения именно органов По отношению к развитию гипертонической нефропатии В зависимости от наличия метаболического синдрома При отсутствии метаболического синдрома Намного меньше, почти в два раза Проявление гипертонической нефропатии Чем наличие метаболического синдрома И мы видим развитие среднесудистых осложнений У пациента с гипертонической нефропатией в два раза выше, чем при отсутствии данного поражения у пациента. И достижение целевого артериального давления может снизить риск гипертонической нефропатии почти на 12%. И это было зафиксировано нашими клиническими рекомендациями, третьим критерием качества оказания медицинской помощи в обязательном порядке расчет скорости кубочковой фильтрации на первичном звене при постановке пациента на диспансерный учет. И это требуется сейчас с наших молодых специалистов в самой распространенной каталоге артериальной гипертонии. Не буду останавливаться на эпидемиологии артериальной гипертонии, что очень важно, удержание пациента в целевых показателях артериального давления и проблему полиморбидности. Это сейчас основное в поликлинике за счет того, что пациент обращается с несколькими нозологиями на первичное звено к нашему молодому специалисту. И я представила клинический пример городской поликлиники города Перми, пациент молодого возраста 39 лет с индекса массы тела 83 с высокими цифрами артериальной гипертонии пришел впервые на учет к участковому терапевту повышенное артериальное давление в течение почти 20 лет. При этом выявлено нарушение отолерантности глюкозы, гиперурекумии и высокий суточный калораж. Это типичное посещение в поликлинике, клинический пример нашего молодого специалиста. И сейчас все, что мы видим, это, конечно же, терапевт. Он работает, особенно в период новой коронавирусной инфекции, за эндокринолога, кардиолога, пульмонолога, гастроэнтеролога. Очень часто это тревожно-депрессивные расстройства и выполняет роль психотерапевтической помощи. И основное, что проблемы, особенно молодому населению, сочетание артериальной гипертензии и метаболического синдрома, это диетологические консультации на уровне первичного звена с помощью по артериальной гипертонии, контроля факторов риска, кроме артериального давления, наличие дислепидемии, назначение липидоснижающей терапии. И основной посыл, это, конечно же, почему наши пациенты не выполняют рекомендации. Это наши проблемы с молодыми специалистами. Чувствуют себя хорошо, они видят ощутимые эффекты от лечения, не понимают цели лечения, потому что за 12 минут очень часто не могут проговорить о цели терапии, как контроля артериального давления, так и контроля дислепидемии, неудобная схема приема препаратов, развитие побочных эффектов и высокая стоимость лечения. Особенно в период новой коронавирусной инфекции, когда пациенты выбирают не антигипертензивное, а антибактериальное лечение. И персонифицированная терапия артериальной гипертензии позволит нам тетровать препараты, подбирать дозировки. И основное сейчас для того, чтобы сократить посещение пациента с хронической патологией, именно артериальной гипертензией, использовать фиксированные комбинации для каждой модели пациента. И благодаря тому, что обнаружение факторов риска на первичном приеме нашим молодым специалистам это ключевой шаг в понимании патогенеза и приводящий к патологии развития артериальной гипертензии и основному потреблению медицинских услуг на первичном звене участкового терапевта. На этом я бы хотела закончить свой доклад и еще раз поблагодарить. В течение трех лет совместно с нашим министром, а раньше она была главным врачом, крупной городской поликлиники, мы ведем проект школы молодого терапевта. Ежемесячно, раньше в офлайне, теперь в онлайне, собираем молодых специалистов, имеем обратную связь и пытаемся их ориентировать в клинике внутренних болезней. Благодарю за внимание. Спасибо огромное, Наталья Александровна. Уважаемые коллеги, мы двигаемся дальше.